Приветствую вас и, к сожалению, должен констатировать, что подобное поведение мужчины, во-первых, является следствием манипуляции, то есть манипулирует вами, заставляя вас для того, чтобы быть с ним вместе, соблюдать рад правил. Во-вторых, это желание, стремление вас подчинить себе, своему видению того, какой должна быть семья, какими должны быть отношениями и так далее. И если эти требования были вам предъявлены, значит, условием доводства только при соблюдении их вы будете вместе, то мужчины явно не испытывают к вам никаких чувств, потому что любовь безусловно. И получается, что это просто какой-то расчет. Расчет холодный, расчет довольно-таки, ну, скажем так, практичный. И чувства здесь вообще никакой роли совершенно не играют. Сказать, что это оскорбительно для женщины получать подобные требования, надо же ничего не сказать. Сказать, что мужчина, который выдвигает такие требования, не уверен в себе, нужно обязательно. Потому что человек хочет, чтобы все было только так, как он видит. По сути, это эгоцентрический взгляд на отношения, на жизнь. По сути, это восприятие гадной ситуации как типовой со своей точки зрения. И то самое специальное, это полное игнорирование ваших вопросов, ваших желаний, ваших требований и так далее. Ну и это, в общем-то, достаточно, точнее, достаточно, да, недемографический перечень тех моментов, которые вам придется выполнять. Смысл в этом есть, только при условии, что вы готовы всем этим посвященствовать. То есть, вы готовы повернуть своей свободе, повернуть своей самостоятельностью. И по сути дела, вы готовы просто-напросто принять все условия мужчин. Если вы этого хотите, то вам, конечно, стоит это сделать. Но то, что мужчина выдвинул условия, свидетельствует о том, что у него нет к вам никаких чувств. И он относится к вам исключительно как к партнеру, как к человеку, который может удовлетворить его интерес. То есть, ни о какой искусстве, ни о какой привязанности речи здесь не идет. Ну и, соответственно, вам решать. Ходите вы таких отношений, которые являются условными, да, которые подчинены условию. И готовы ли вы к тому, что мужчина в любой момент может пожелать, например, от вас избавиться. Или сказать, что вы не угодяете ему, не соблюдаете его требования. И, соответственно, много раз так здесь. Я хочу решать вам, и я надеюсь, что решение вы примете правильно, верное, такое, которое бы вам было приятным, было бы наиболее оптимальным именно для вас. Но, вообще говоря, если вы себя цените, если вы себя любите, у вас знаете, то, наверное, понимаете, что у мужчины, который так же вас любит, то, наверное, он будет принимать вас такой, какая вы есть все-таки. А не стремится переделать вас под свой вкус, под свои предпочтения, что является несколько неправильным. На этом все. А если какие-то вопросы остались, обращайтесь в тубличку «Помогу», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!